А вот и наши обещанные гости. Ребята к нам приехали, аж из Иркутска города, это Врейг Команда. Называются они, вот для нашей программы, ребята, вы называетесь очень символично, ну и в обратную сторону, думаю, тоже. Называются они Новый день. Я вас рада приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как появилось это знаковое для нашей программы название? Это долгая история. Появилось это в 2002 году. Мы с ребятами танцевали на Урисково, то есть у нас в городе, вот, выходили, стелили там ДВП и плясали, в общем. Вот, и все мы думали, как назвать команду. То есть перебирали много-много разных названий, и вот тут нам пришло, что вот мы там танцуем каждый день, завтра будет Новый день. И вот так получилось, название у нас, да, то есть Новый день, команда Новый день. То есть полное название команды у нас идет Стрит Нью Дэй. Среди, да, получается Улица Новый день. Сейчас, мне кажется, команда растет, и то есть из английского как-то все стали больше, глубже понимать это все и называли Новый день. Как-то более по-взрослому звучит. Да, нам тоже нравится. Много лет прошло после 2002 года. Так в вашем коллективе 15 лет, получается? Ну, составы менялись, получается. Я со старого состава, с самого первого, я 11-й остался, вот. То есть у нас три раза менялся состав, и вот сейчас состав у нас с 2012 года, вот он уже такой основной, самый долгий. Кстати, ребят, мы совсем забыли с тобой представить. Это Степан, а это Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько вас вообще в составе коллектива, насколько он обширный? Основной состав у нас, по которому мы ребятами постоянно ездим везде, это 4 человека, вот это основной костяк. Вообще у нас идет как Новый день Флейва, это компания, то есть у нас сборная, получается, ребят с разных школ, вот. В этой сборной где-то около 10 человек идет, вот так у нас. То есть там мы выступаем, когда на каких-то массовых мероприятиях. Я думаю, если всех взять, кто раньше был, человек 20 наберется. Большой коллектив. Вот вы говорите, ездите. У нас сегодня тема передачи поезда. И вопрос такой, как часто вы вообще перемещаетесь? Ездите ли вы на соревнования поездами или все-таки больше самолетов? Ездим мы очень часто и на поездах, и на самолетах, когда как. В основном, в последний раз мы ездили в Италию. Вряд ли поездом. Вряд ли поездом. Но добирались как могли, даже до Красноярска сперва поездом, а потом на самолете до Москвы, из Москвы уже. Бывало ли такое, что кто-нибудь забыл деньги и зарабатывали на домашний, на билет домой? Было, да, такое? Постоянно. Да, бывает. Стабильно, да. А как это выглядит? То есть, вот, допустим, вышел ты на перроне, что-то у меня деньги закончились, я кушать хочу. Постелил картонку. Не обязательно картонку даже. Бывает на голову линоле. Ой, голову. На голову, на полу, на битоне. На битоне. Было такое разы, да? Да, бывало, конечно. Зарабатывали? Да, да, до и до сих пор. Ну, для нашего направления, то есть, это нормально. Да, это часть культуры. Да, это часть культуры и на уличной культуре. То есть, брейк-данс пошел с улиц. Достаточно странно увидеть спортсменов, которые танцуют ча-ча-ча на улице и зарабатывают деньги. Ну, а вдруг ты не пробовал? Выучи ча-ча-ча, выйди на улицу, Роман, поставь шапку. Нет, брейк смотрится на улице очень органично. Это именно танец, который хочется смотреть, чтобы вокруг был урбан, вокруг было граффити, чтобы было все вот именно в таком стиле. Штаны широкие, да? Ну, на самом деле, сейчас брейк смотрится вообще везде органично. В 2018 году брейк-данс будет в Олимпийских играх. Серьезно? Да, серьезно. Но мы уже не сможем участвовать. Почему? Как там до 18 лет. Как-то неправильно. У нас ребята уже в команде взрослые. Ну, как до 18 лет? Школьники? Нет, но все равно у ребят есть возможность научить людей, которые поедут на Олимпиаду. Собственно, чем мы и занимаемся. Вот у меня студия официально, она существует с 2005 года. Студия при Политехе находится, это Мастер Стрит Дэнс называется. То есть многие, наверное, слышали. Очень много выпустилось у меня учеников оттуда. Есть ребята, которые на мировом уровне танцуют. Какие критерии у, так сказать, участников Олимпийских игр 2018 года должны быть? То есть как отбираются спортсмены? Какие-то звания, может быть, да? Там критерий будет очень много. И брейданс очень сложный, можно назвать, вид танца. Акробатический, я бы даже сказала. Ну, когда как. Можно танцевать его как танец, а можно как акробатик. Кто на что гораст. И у каждого судей будет свое мнение, каждый будет, как он чувствует. То есть отборочные тоже должны, да? Там, сначала, чемпионат России, мира, Европы. Есть стопинг в вашем спорте. Мельдони. То есть вы заряжаетесь энергетиком или еще больше? Нет, вот конкретно мы не заряжаемся. Можем мультики поставить перестанавливать. Проми шагами они такие. Что происходит с вашей командой? Нормально готовятся, смотрят по химии. И какие у вас звания есть? Расскажите, вот в Италию вы ездили. Куда еще? У меня, именно у меня есть победа. Одна за границей, в Израиле ездил, выиграл там мероприятие. В Москве две победы. По Сибири у нас команды очень много побед всех разных. А коллективом? Коллективом. Или вы индивидуально все это как-то производите? Нет, почему? Есть сольные просто программы, где один-два человека танцуют. А есть командные. То есть вот по Иркутску, по области. То есть у нас очень много званий за все это время. И в разных конкурсах. То есть мы там и лауреаты там, и... И гран-при там у нас было. И просто там первые места много всяких там. Это лучший шоу. Ну то есть это очень длинный список. Там просто вот такая папка всяких этих грамот и всяких наград. Просто основные самые мировые чемпионаты проходят за границей. И с Иркутска очень невыгодно ездить. Да, конечно. Очень сложно. Ну да. И так получается по одному. Ну вот в том году мы ездили командой в Казань. Мы в топ-16 вошли. Поэтому приходится скидывайтесь, отправляйте одного. Там не демок, там не прибесил. Да, да. Дин проиграл все. Палец отрубаем. Два отрубаем. Жестко вы никогда програли. В команде новый день. Что это такой грустный чай не размешивает? А он проигрывается. Ребят, ну мы уже хотим посмотреть. Рома, давно хочет я. Ну я тоже. Давайте мы сейчас прервемся на секундочку. Подготовим детство. Берем наши декорации и посмотрим. И перенажим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА